Я думаю, что когда я буду говорить, не будет слышно каких-то посторонних шумов, поэтому будет нормально вестись, поэтому давайте начинать. Я думаю, что так будет хорошо, и так картинку будет видно. Так, друзья, всем доброго дня. Подскажите, как меня слышно, как меня видно? Если картинка, видно ли меня? Я сейчас читаю чат. Скажите, как идет трансляция, хорошо ли меня видно? Жду ваши комментарии. Отлично. Да-да-да, слышно-слышно-слышно-слышно. Отлично. Всех приветствую. Ну что ж, у нас сегодня с вами третий урок. Угу. Да. Да. У нас сегодня третий урок. Сейчас я перейду как раз в помещение, в котором я смогу его вам прочитать. Угу. Отлично. Отлично. Ну все, значит, мы с вами будем как раз в этом прекрасном месте. Сегодня говорить про контент-стратегию лидера Фаберлик. Сегодня это наша тема, наш третий урок. И напомню вам, что мы с вами первый день говорили про личный бренд, формулу и тактику. Во второй день мы с вами погружались в тему оформления инстапрофиля. И сегодня мы переходим к теме контент-маркетинга. И поэтому сегодня мы погружаемся в ценность контента. Сегодня разберем, почему люди не покупают ваши продукты, не покупают вашу идею. Будем уже разбираться в триггеры, что это такое, зачем они нужны. Мы с вами чуть-чуть затронули эту тему на нашем первом уроке. Я говорила о том, что в стратегии новичка и в стратегии лидера есть триггеры, которые эту стратегию усиливают. И вы сегодня будете как раз уже погружаться в тему более глубоко. Еще косвенно и важно, посмотрим на тему, откуда берется страх продаж, что с ним делать. И сделаем практику, практику по триггерам, которая поможет нам уже конкретно инсталлировать эти триггеры в упаковку вашего личного бренда. Начать их практически использовать. Сейчас напишите, пожалуйста, какая тема из этих тем для вас наиболее сегодня актуальна. Да, хорошо слышно. Какая из этих тем для вас сегодня наиболее актуальна. А я хочу с вами еще сегодня, так как у нас живые эфиры, поделиться радостью. Дело в том, что буквально сегодня я получила из издательства новую книгу про синдром самозванца. Знаете, вот когда мы говорим про личный бренд, можно много говорить про техники. Но невозможно обойти ту тему, что очень часто никакие техники не работают, если у нас нет внутреннего состояния, состояния готовности к росту, готовности принятия себя как человека, который растет. И вот этот самый синдром самозванца – это та причина, по которой многие люди не до конца используют свой ресурс, не до конца реализуют свой потенциал. И поэтому, знаете, занимаясь глубоко темой личного бренда, я не могла обойти эту тему стороной, не могла не говорить о ней плотно. И я сейчас не случайно вам говорю об этом, потому что я сейчас хочу согласовать, чтобы в один из уроков, последний, мы включили с вами тему про синдром самозванца хотя бы чуть-чуть, чтобы я дала вам несколько техник про преодоление синдрома. Напишите, пожалуйста, насколько для вас актуальна тема синдрома самозванца. Напишите «да», если эта тема важна, чтобы я тогда ее включила к нам в нашу работу. Потому что, знаете, вот когда я наблюдаю за тем, как работают люди, я вижу, что часто они недоиспользуют ресурсы, не разрешают себе какие-то возможности, именно потому что есть вот этот внутренний страх, что я недостаточно хорош, недостаточно готов. Ну вот это все, все вот это недостаточно, недостаточно. Вот, а сегодня я вижу, что очень много ответов, это второй вопрос, да, то есть вы хотите разобраться, почему люди не покупают, хорошо, ладно. Но для начала. Итак, волшебный инструмент, который позволяет доносить ценность и уникальность, вызывать естественное доверие, прогревать вашу аудиторию, стимулирует не откладывать покупку в долгий ящик, снимает возражения аудитории до того, как они появились и, самое главное, продает. Что это такое? Вопрос на самом деле риторический, потому что я уже сегодня много раз сказала это слово. Ох ты ж, сколько я вижу, да, 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 да. Насколько тема актуальна, отлично. Ну, значит, тогда в наш последний пятый день будет обязательно дополнительно к теме вот в рамках нашей встречи я обязательно эту тему дополнительно затрону, потому что это действительно очень важно для того, чтобы вы могли расти. А теперь угадывайте, вот, да, что является волшебным инструментом, который решает все эти задачи. Напишите, пожалуйста, это слово сейчас в комментарии. Я знаю, что вы знаете, догадываетесь, потому что это тема нашей встречи сегодня. Это контент. Что такое контент вообще? Контент – это любой вид, любой информации, которая исходит от вас. Вот смотрите, то, как я говорю, то, что я говорю, как я выгляжу, даже обложка моей книги – это контент, который идет от меня. Ваш инстаграм, ваша личная встреча, ваш вебинар, ваш прямой эфир, ваш язык, ваши слова – это контент. И сейчас почему это особенно важно в эпоху социальных сетей? Потому что тенденции таковы, что наше количество времени, которое мы проводим в социальных сетях, растет. В целом количество информации, которое обрушивается на нас, оно тоже растет. Конкуренция растет. И сегодня недостаточно, что вот я просто сделал профиль, даже по всем правилам, которые я дала вам на прошлом уроке, вы просто сделали профиль, и он просто есть. Этот контент, маркетинг очень важен, потому что он позволяет всю эту аудиторию, которая валится огромное количество информации, которая конкурирует за внимание друг друга, которая есть в инстаграм, при правильном подходе, действительно, эту аудиторию прогревать и переводить на себя. Существует много разных форматов контента. Как я и сказала, и текст, и слово, и картинка, и графика, это все типы контента. Что же такое контент-маркетинг? Это искусство продвижения через контент. Когда мы ту информацию, которая идет от нас, мы переводим в то, чтобы она нас продвигала и нас продавала. Теперь вопрос. Как вы думаете, почему люди не покупают ваши продукты? Вот если, в общем, не все подряд. Понятно, что есть люди, которые не относятся к вашей целевой аудитории. То есть люди, которые говорят, нет, это не для меня. Вы смотрите на них, говорите, нет, это не для этого человека. Он реально под это не подходит. А именно те люди, которых вы видите, как ваша целевая аудитория. То есть они подходят по всем параметрам, они соответствуют, но они не покупают. Как вы думаете, в чем причина? Почему они не покупают? Ваши версии, напишите, пожалуйста. Есть основные четыре причины. Пока вы пишите ваши версии, я открою первую. Первая причина. Они смотрят на вас и думают, действительно ли ты, ты тот самый человек, который поможет решить им их вопрос. Например, у них есть запрос на дополнительный доход без привязки к своей географии, графику, свобода, остаточный доход. То есть у них есть эта потребность, и вы об этом знаете. Но почему-то они не приходят к вам в команду. Почему? Потому что на самом деле у них нет этого внутреннего понимания, что то, что вы предлагаете, решает эту задачу. поэтому первый способ, когда мы решаем вопрос, почему люди не покупают, мы учимся отправлять сигнал соответствия. То есть мы учимся продемонстрировать аудитории, что вы для них. Как это сделать? Я буду обучать вас на примере триггеров. Ближайшие две встречи, эту и следующую, это две встречи, посвященные триггерам, поэтому мы этот вопрос с вами обязательно решить. Ага, отлично. Классные варианты ответа, да. Не доверяют, не видят ценности, не докручиваете, мало знают, не попадают в потребности, не попадают в боли. Да, все верно. Дальше. Если эти люди понимают, что да, вы тот самый человек, который решает их вопрос, вы можете дать систему, которая позволит человеку зарабатывать на интересном продукте, и он это видит, но следующий вопрос, который нужно ему решить внутри себя, это ответить, а можно ли вам доверять? Являетесь ли вы лучшим, самым интересным, самым подходящим человеком, который может решить этот их вопрос? То есть это следующий вопрос, вопрос доверия и вопрос выбора, потому что, опять же, мы смотрим на огромное количество людей в сети, и, ну, по большому счету мы выбираем, выбираем, кому прийти, кому доверить свою вот эту карьеру, свою вот эту перспективу, да? Как мы закрываем вопрос доверия? Мы используем доверительный маркетинг. Это девять факторов, благодаря которому люди, безусловно, вам доверяют, и невозможно будет вам не доверять, если у вас есть эти девять элементов. Я тоже вас этим элементом научу, в нашу следующую встречу мы каждый элемент разберем, это будет для нас, знаете, такая, даже на последней встрече, когда мы будем говорить о возражениях. Я вам все девять факторов выведу в некую систему, и вы увидите, как это работает. Поставьте, пожалуйста, сейчас пятерки, кому актуальна именно тема доверительного маркетинга. Это будет на нашей последней встрече. Далее, если человек понимает, да, это для меня актуально, да, ты лучший партнер, которого я могу выбрать, следующий этап, а почему я должен прийти к тебе в команду именно сейчас? Почему я могу, должен купить это именно сейчас? И возникает момент, что у человека нет так называемой срочности, и мы должны научиться придавать срочность, чтобы люди не откладывали. Знаете, такая фраза, запишите, это очень такая сильная фраза, потому что она очень сильно отражает вот эту вот привычку откладывания. Дорога под названием завтра ведет в страну под названием никогда. И поставьте плюс, кто с этим согласен. Как часто откладывая что-то, мы откладываем это навсегда. По какой-то причине. И поэтому нам надо научиться придавать срочность людям, чтобы они говорили нам да, сейчас. А четвертый пункт, когда уже у него есть срочность, у него какая-то специальная акция, у него есть система аргументов, если человек все равно говорит, у меня нет денег или у него нет времени. Что это означает? Это означает, что на самом деле у него остались внутренние скрытые возражения. И наша задача научиться заранее предвосхищать эти сомнения, предвосхищать возражения, чтобы ему продавать. да, 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 благодарю за плюсики. Вижу, что тема тоже очень актуальна. И вот, по большому счету, если мы проводим человека через все эти четыре момента, предвосхищаем возражения, придаем срочность, формируем доверие и четко демонстрируем, что мы тот самый человек, который может решить их проблемы, убрать их боль и реализовать их мечту, то по факту нет ни одной причины, почему он у нас не купит. И наша задача научиться эти элементы показывать через наш контент, потому что вот это все мы решаем через контент, а точнее через триггеры, потому что триггеры в переводе с английского спусковые крючки реакции, психологические закономерности, которые были выведены американскими психологами, когда они изучали вопрос, а как делать так, чтобы люди больше покупали. То есть они ставили людей в разные ситуации и заметили, что есть ситуации, которые приводят к регулярным покупкам. То есть вот если, например, человеку дать слово скидка, то вероятность того, что люди будут покупать со скидкой выше, это как раз триггер. Существует много триггеров. Я обучаю обычно 24-м. Мы с вами сегодня будем начнем изучать их. Как минимум изучим несколько и на следующей встрече продолжим изучать триггеры для роста продаж. Причем триггеры делятся по категориям на те, которые как раз-таки формируют доверие, те, которые стимулируют купить здесь и сейчас, снимают эти возражения, и те, которые вовлекают в некую систему бизнеса, которым мы занимаемся. То есть такие системные триггеры я их называю. 24 штуки. К личностным относятся. Давайте сейчас я просто их перечислю, а вы сделайте скрин, чтобы вы на будущее знали, какие триггеры в принципе бывают. Некоторые из них мы будем с вами изучать, но сразу хочу предупредить, не все, а некоторые. Итак, личностные триггеры, которые формируют доверие. Высокая причина почему? Взаимная благодарность, авторитет, паровозик, детали, динамика, доступный герой, вовлечение в путь, сопричастность и стабильность. Теперь у меня к вам вопрос. Скажите, какой триггер из этих вы уже точно знаете? Не буду давать подсказку. Я знаю, что, во-первых, вы не первый раз, некоторые из вас на моем обучении, а во-вторых, мы уже за эти три дня успели изучить один из этих триггеров. Напишите, пожалуйста, какой триггер вы знаете из этих? Да, отлично. Все, Любовь Лепатова вижу, паровозик. Да, 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 паровозик. Вот, кто-то знает триггер стадность, мы еще будем с вами его подробно разбирать. Кто-то знает вовлечение, прекрасно, то есть, знаете, разные-разные триггеры. Четвертый паровозик. Ну что ж, я супер, я рада, что вы усвоили материал с первого урока, это была такая проверка. Теперь триггеры, которые вызывают стимул купить. Давайте я их открою для вас. Да, триггер дефицит, жадность, VIP, простройка будущего, это не твоя вина, чтение мыслей, демонстрация недостатков и предвосхищение возражения. Это те триггеры, которые приводят к тому, что человек не откладывает в долгий ящик покупку нашего продукта. Напишите, пожалуйста, цифру, если вы знаете какой-то из этих триггеров. Цифру или название триггера, знаком ли какой-то из них вам. Итак, дефицит, жадность, VIP, простройка будущего, это не твоя вина, чтение мыслей, демонстрация недостатков и предвосхитить возражения. Эти триггеры мы с вами будем изучать как раз в наш, несколько из них, я изучу в нашу пятую встречу, когда мы будем стимулировать именно покупку, чтобы не было возражений. Нас пятая встреча будет посвящена проработке возражений и будем учиться с вами работать с синдромом самозванца. Ага, тринадцатый, знаете, триггер VIP и триггер дефицит. Прекрасно, отлично. Системные триггеры, гарантии, вовлечение в обладание, шаг за шагом, открытая петля, коллекция и упрощение. Вот эти триггеры, которые вовлекают нашу систему. Приведу пример по поводу гарантий. Знаете, вот здесь некоторые люди думают, я не понимаю, что за системные триггеры, как я могу их использовать и так далее. На самом деле эти триггеры вам также доступны, как и остальные. Не надо пугаться слова системные. Что такое гарантии? Гарантии – это когда вы человеку при коммуникации даете обоснованные гарантии некой перспективы. Например, если ты сделаешь вот так, то ты получишь вот такой-то результат. И если вы в вашей системе можете это подтвердить и доказать, то вот, пожалуйста, триггер. То есть, знаете, когда ты работаешь по какой-то готовой системе, ты можешь человеку говорить о том, что есть конверсия, результативность, последовательность определенная. Вот. Системные триггеры. Дальше. Теперь у меня к вам вопрос. Прежде чем мы пойдем к некой конкретике по поводу триггеров, я хочу с вами сегодня поработать над темой такой, которая страх продаж. Я знаю, что, если честно, если честно, сетевой бизнес с чем хорош? Он на самом деле позволяет постепенно, когда-то жестко, когда-то органично, но убрать вот эту историю про страх продаж. Вот я могу сочетно точно признаться в том, что именно сетевой бизнес стал для меня той самой школой продаж, которая полюбила, которая дала любви к продажам. Я поняла, что продаж это хорошо, но заходила я с позиции, что все-таки как-то мне было некомфортно, неудобно, я стеснялась, что я тут как бы продаю, рекомендую и так далее. Честно, поставьте, пожалуйста, сейчас плюс, кто, ну, бывают такие чувства, что вам некомфортно, неудобно, стыдно, страшно продавать именно, быть в позиции продавца. И когда мы смотрим на эту проблему, здесь есть несколько причин. Я хочу сегодня с вами их разобрать для того, чтобы снять этот страх продаж у вас. Субъективные причины. Субъективные причины это причины, которые на самом деле не являются препятствиями для нашего результата. Внимание, субъективные причины не являются препятствиями. Первая причина история страны. Напишите цифру 1, кто понимает сейчас, о чем я. У нас, в принципе, культура наша, у многих людей, кто старше сорока лет, да даже и тридцати, кто-то застал, да, последствия. Как у нас называли людей в советское время, которые занимались продажами, перепродажами, спекулянты, барыги, ну и так далее. То есть это было, ну вот, это типичные картинки тех лет, да, вот пример. И, конечно же, если мы с этим столкнулись или видели примеры, или слышали от мамы, или, в принципе, воспитаны в этой культуре, правильно, да, вот, совершенно точно. Челноки, правильно. Как вы думаете, отражается это на нас? Вот, то есть если мы это слышали или мы принимали в этом участие, мы видели это примеры, то есть мы понимаем, то есть, знаете, это как-то зашито на подкорку, что это что-то такое не очень хорошее. Торгаши. Ольга, благодарю за пример. И это есть. Что с этим делать? Для меня оздоровительной практикой перестать опираться на прошлый опыт моего, моих старших родственников, был найти примеры успеха людей, которые меня вдохновляют сегодня. И здесь очень просто. На самом деле, сегодня в кино огромное количество есть примеров, конечно, в основном это американское кино, но тем не менее, примеров и женского успеха, и мужского успеха, я уверена, что просветивых предпринимателей обязательно тоже снимут какое-то кино, потому что, знаете, я до сих пор удивлена, почему я не видела одного полнометражного голливудского фильма про какого-нибудь сетевого предпринимателя, который достиг феноменального успеха. Да? Я уверена, что такие фильмы будут сняты, потому что весь наш бизнес, он соткан из вот таких историй на самом-то деле. Вот, пишет Алсу, моя тетя сидела за спекуляцию, раньше так называла. Да, 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 да. Вот, благодарю вас за поддержку. Я сейчас показала вам две афиши фильмов не для того, чтобы сказать, что смотрите, делайте как они, как Волк с Волл-стрит, или как Джой, например, но я хочу сказать, что если вы будете окружать себя примерами результатов и успехов в продажах в бизнесе, это может быть наставник, это может быть бизнес-тренер, это может быть какой-то предприниматель, это может быть герой кино. То есть, когда вы видите вот эти вот примеры результатов, почему вот эта история с Волком Волл-стрит, все эти демотиваторы стали так популярны? Все очень просто. Потому что он действительно сделал это вкусно, он показал, что можно продавать хайпово, можно продавать вкусно, можно продавать много и можно делать это в вау. И поэтому весь интернет просто был полностью во всех этих картинках с этого фильма. Найти позитивные примеры, которые вас вдохновляют и регулярно подписывать там мотивацию. Пишет Елена, барьеры пришлось перешагнуть 90-х, детей нужно было кормить. Да, вот это первая причина. Поставьте много единичек, сейчас еще раз кому понятно и полезно вот проработка этой первой причины. То есть, в оппозицию нашему каким-то родовому опыту, нашему опыту из советского времени мы ставим позитивные примеры сегодня людей, которые нас в этом плане вдохновляют. Дарья пишет, некоторые родственники до сих пор меня так называют. Да. И вы понимаете, мы можем с вами долго говорить про продажу через контент, но если внутри есть этот психологический барьер, то, конечно же, эффективность всех техник будет гораздо меньше. Вот, благодарю вас за ваши единички. Вижу, вижу пример. Я даже сейчас сниму видео, покажу, да, сейчас вот они, ваши единички. говорим про ценность как раз продаж на вебинаре про то, как делать это эффективно. Вот, идет вебинар. Дальше. Второй аспект субъективной причины это отвержение. Когда мы подсознательно боимся того факта, что когда человек, вы, например, продаете от себя, в третью позицию я продаю что-то, если у вас не покупают, то как бы вы себя чувствуете отверженным. То есть, раз у меня не купили, меня отвергли. Вы знаете, если честно, вот до того, как я начала вести YouTube канал, я никогда не думала о себе в каком-то таком, в каком-то негативном ракурсе, как там продавец или как кто-то. Но когда я завела YouTube, я удивилась, как много существует людей, которые пишут на какой-то негатив, да, там комментарии обсуждают, осуждают, демотивируют и так далее. То есть, в этом плане YouTube для вас стал для меня такой хорошей школой внутреннего противостояния таким хейтерам, назовем это так. И, безусловно, под каждым роликом есть люди, которые говорят, что ты никакой, куда ты лезешь, ты никому не нужен, это неинтересно, да, отвергают твой контент. То есть, по сути, они, вот знаете, когда человек не поддерживает тебя в соцсетях, мы же хотим получать лайки, поглаживания и комментарии психологически, а тут люди как бы наоборот в противодействии, значит, они тебя не поддерживают. И, понятное дело, что есть негатив и есть позитив, но что я хочу привести пример? В продажах то же самое. То есть, механизм абсолютно тот же самый. Мы боимся выставить пост подписывайся на меня или запишись на консультацию, приходи ко мне на какой-то процесс. Ага, вот пишут меня, сейчас говорят, она же сетевик, меня сектантка называет, тетя все время говорит, меня тоже называли сектанткой, ну, в общем, знакома вам эта история. Благодарю вас. Но мы двигаемся дальше. Вторая причина, да, страх быть отверженным. То есть, как будто бы, если я напишу пост с призывом записаться на консультацию, а люди не запишутся, то в этот момент все, кто не записались, они меня отвергли. Что здесь нужно делать? Я рекомендую вам вернуться к тому, ради чего. Ведь, действительно, когда мы говорим, что такое базовый мотив? Мы с вами прорабатывали это на первой нашей встрече. Помните, что такое точка мастерства? Напишите сейчас восьмерку, те, кто помнит технику точка мастерства. Ведь мы же делаем бизнес не для того, чтобы подписать какого-то конкретного человека из числа подписчиков, которые есть у вас сейчас. Пост, контент, это просто локальный инструмент для достижения какой-то большой точки мастерства, некого большого, красивого, интересного будущего, которое вам, собственно говоря, и интересно. Правильно ведь? И в этом смысле, когда мы сыпемся на тактических действиях, да, когда мы сыпемся в ежедневной работе, я рекомендую возвращаться к нашему базовому мотиву, к нашей точке мастерства. А база это вот это большой это вот ради чего. Вот к этой истории. И тогда она будет действительно проще. Поэтому вот эта история про отвержение, когда ты понимаешь, знаете, вот есть такая праза, когда ты знаешь, ну, я сейчас перефразирую, когда ты знаешь ради чего, ты можешь вынести любое как. То есть она такая жесткая, но она, по сути, отражает эту идею, что, когда у нас есть большая идея, вот я еще приведу один психологический такой пример, вот почему рекомендуется ставить какие-то, мечтать масштабно, желать, ставить какие-то большие цели. Ну, здесь очень просто, потому что, когда вы ставите маленькую цель, например, вот такую, когда перед вами появляется препятствие в виде отвержения, например, кто-то, допустим, вы везете блог, у вас нет реакции, вас это расстраивает. Или вы выложили пост, а вам написали, фу, да ты продаешь, да, вот свою продукцию, там, там, постоянно там сетевик, там, как тебе не стыдно, еще что-то такое. Ну, вот ваша цель, и вот появляются препятствия, и вот она, ваша траектория. И, конечно же, вот, да, если цель маленькая, то первое же препятствие, раз, и все, и вы отвалились. Если цель больше, чем выше цель, тем меньшее количество препятствий мы заметим на пути к этой цели. Вот это так и работает, да, и поэтому возврат к базовому мотиву, это как раз тот самый, то самое противоядие против понимания, что кто-то вас отвергнет. В какой-то момент, знаете, я для себя, например, четко увидела, что есть процент людей, у меня даже была ситуация в офисе однажды, когда человек, который расстроился, что его привели на консультацию по сетевому бизнесу, вплоть до того, что чуть ли не дошло до того, что люди начали кидаться, кидаться табуреткой, потому что он был так разозлен, что он так встал там, двигал так стул, да как, да я вообще, да это вообще несерьезно. То есть люди бывают разные, я просто поняла, что мы всякий раз встречаемся с этим многообразием человеческих намерений, желаний, перспектив, и оно абсолютно, абсолютно разное. И поэтому нужно заложить процент людей, которые скажут вам нет. Просто понимать, да, что да, кто-то вас отвергнет, принять это как факт и вернуться к базовому мотиву. Вот у меня даже в личном брендинге в тот момент, когда у меня не очень получалось то, что я планировала создать, меня держала, мне помогала мысль, что если это будет полезно хотя бы для 10 человек, то я буду это делать. Для этих 10 человек я буду продолжать это делать. Вот. И третья субъективная причина это то, что сегодня вот берем продавец, подставьте сюда сетевик, да, как вот профессия, да, это звучит как? То есть очень часто это звучит для людей вот там сектантом или еще что-то такое. И здесь вопрос в том, что когда мы осваиваем какую-то профессию, когда мы выбираем какую-то профессию, наша задача понять, что лежит в основе. Вот когда я прорабатывала свой страх продаж, я поняла, что мне некомфортно ассоциироваться с понятием продавец, потому что, знаете, вот это вот паривание, впуливание, ну, вот все вот эти слова про то, что ты как будто бы что-то пытаешься распространить что-то, что не очень нужно. А ведь на самом деле, если мы понимаем продажу как способ сделать мир лучше и объясняю это, через мой продукт я делаю это вот так, через мой подход я делаю это вот так. То есть по факту мы действительно улучшаем мир, продавая наш продукт, потому что если человек не купит, он не получит ту пользу, которая заложена в этот продукт, происходит естественный обмен продукта и услуги, вот этот взаимовыгодный обмен происходит, деньги, продукты, услуга. И продажа это действительно способ сделать мир лучше. Когда мы это понимаем, мы начинаем гордиться нашей профессией. Конечно, что здесь помогает? Здесь помогают результаты людей, здесь помогает ваша включенность, ваша самоотдача, ваше понимание, как вы вкладываетесь в эту историю. И вот мне, например, в свое время тоже помогает изучение позитивного опыта. Я очень люблю Максима Батарева, наверняка вы знакомы с ним, может быть нет, я очень рекомендую почитать. Он, конечно, не обучает сетевиков, он больше обучает системному менеджменту, лидерству и так далее, проводит такие тренинги оффлайн. Но у него есть книга, которую я купила, называется «45. Продавана». И слово «продаван» используется не случайно. Знаете, такой «продаван», продавец. В этой книге он показывает то, почему мы можем гордиться тем, что мы хорошие продавцы, хорошо делаем свое дело. Да? И я вот рекомендую, я не буду гулять вам эту книгу, но в целом я рекомендую вам постоянно задавать себе вопрос, как я могу повысить статус профессии сетевой предприниматель. И еще такой важный момент. я когда иду на встречу, я когда запускаю Инстаграм, я когда провожу прямой эфир, я когда работаю с возражениями, в этот момент человек смотрит на вас и по тому, какой вы, он делает вывод относительно всей индустрии, всей компании. И вот это вот очень важно, понимать эту связку. То есть, да, вы безусловно строите свой личный бренд, но ваш личный бренд влияет на бренд компании и индустрии. И если мы с вами понимаем, что образ сетевого предпринимателя, он не так, чтобы очень привлекательный, да, есть там какие-то там не очень приятные ассоциации в связи с ним, что мы сегодня каждый, кто сейчас смотрит эфир, каждый, кто в сетевом бизнесе, может сделать для того, чтобы показать сетевую индустрию с другой стороны. Нажмите, пожалуйста, сейчас плюсы, много плюсов, насколько эта идея вас отзывается. Ведь это тоже, это про личный бренд, это про контент, это про, вот мы с вами разбирали на прошлом уроке примеры неадекватных инстаграмов, да, вы же понимаете, что по этим инстаграмам люди делают выводы относительно сетевой индустрии в целом. Они смотрят на этот неадекватный инстаграм и думают, ну, если мне надо будет прийти в компанию и работать вот с таким неадекватным инстаграммом, вот так выглядеть, я не хочу, мне это неинтересно. Что тебе будут укладывать какие-то непонятные там картинки, там вся какая-то история. Люди не хотят с этим ассоциироваться. Ух ты, вот-вот-вот-вот. Автор Максим Баттерев. Баттерев. Понимаете? Поэтому вот то, что мы с вами сегодня делаем и делаем в течение всех этих пяти занятий, это как раз-таки принципиально важно для формирования образа. этой профессии. Образ профессии складывается из знакомств с представителями этой профессии. Каждый день кто-то видит вас, ваших партнеров, ваш доунлайн, ваш оплайн, и давайте за эту историю отвечать и представлять профессию так, чтобы нам самим было радостно с этим ассоциироваться. Быть честными очень взаимосвязано. Ответственно. Да. Да-да-да. Двигаемся дальше. Итак, я разобрала для вас три субъективные причины. Эти причины не могут мешать вам конкретно, успешно продавать через контент и вообще. Да? История, страх быть отвергнутым и неадекватное, неправильное восприятие этой профессии. Это то, что вы можете реально проработать это субъективно. Но есть объективные причины, из-за которых продаж может не быть. И первая причина, когда вы боитесь быть навязчивым, и почему эта причина объективна? Да потому, что действительно очень многие люди, которые занимаются продажами, они действительно навязчивы. Знаете, как в анекдоте, почему-то увидела человека, который занимается пылесосами, да, и вот он занимается пылесосами, но вместе с тем, анекдот, приходит человек, который продает пылесосы в квартиру, стучит в дверь, ему открывается дверь, и он берет мусорное ведро и высыпает прямо на порог девушке на ковер. Он такая, типа, что происходит? Он такой, если мой суперпылесос не почистить все это в идеально, я обещаю, что я съем этот весь мусор. Девушка такая, а, ну понятно, разворачивается, идет на кухню, он говорит, вы куда? Говорит, я иду за солью и перцем, потому что у нас уже два дня нет электричества. Вот этот же анекдот, он же не случайный, есть масса анекдотов про это, потому что действительно вы объективно можете быть навязчивыми в продаже, и в том числе в социальных сетях, когда вы не даете пользу, постоянно купи, 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 подпишись, 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 новинка, 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 и больше ничего. Поставьте, пожалуйста, сейчас пятерки, кто видел такие профили, сталкивался сам с такими продажами, навязчивыми. Это факт. Такой риск существует. А вторая объективная причина, то, что действительно есть страх, а как быть безрезультативным, то, что вдруг я буду делать, у меня не будет получаться. И действительно, если вы не будете учиться делать это правильно, получаться не будет. А как учиться правильно? Вот когда мы говорим о контенте в социальных сетях, то здесь мы используем триггеры. Причем нужно понимать, что триггеры, это, конечно, понятное дело, что я вам буду раскладывать их на компоненты, но сегодня несколько покажу. Но, допустим, возьмем триггер жадный, да? Скидки не повсюду, да? И важно понимать, триггеры – это не манипуляция, это не ерунда, это рост конверсии. Метафора. Вы выходите под дождь, и идет дождь, мокро. Что нужно сделать, чтобы не намокнуть? Открыть зонт. Вы идете в социальные сети. Что нужно делать, чтобы больше продавать? Использовать триггеры. То есть это не манипуляция. Это не то, что вы используете какие-то там техники привести человека к тому, что ему не нужно. Это искусство более точно показать ценность, честность, актуальность того, что вы создаете. И, как следствие, это приводит к росту конверсии. Причем, чем больше вы знаете использоваться триггеров, тем лучше. Потому что разные аудитории реагируют на разные триггеры. Какие-то реагируют на триггер VIP, какие-то реагируют на триггер жадности. То есть кто-то говорит, дайте мне супер какие-то условия, супер скидочку. А кто-то говорит, мне нужен действительно супер подход. Мне нужен VIP подход. Да? Красная коровая дорожка. Где триггеры используются? На самом деле везде. К шапке профиля, в описании постов, в выкладке ваших кейсов, в демонстрации какого-то закулисья вашей работы, да? Там, на сайте вашей компании, там, количество лет и так далее. В экспертном продвижении, когда вы занимаетесь нетворкингом, когда вы где-то выступаете, делаете взаимный пиар, везде используются триггеры. И вот сегодня я приготовила для вас несколько. Первый, который я хочу вам показать, мы с вами его уже касались, как вы говорили, по технике точка мастерства. Здесь я чуть усилю. Напишите знак вопроса, кто не знает, триггер высокая причина почему и поставьте плюсик, кто с ним знаком. Потому что это как раз триггер, который позволяет показать ваш базовый, вот тот самый мотив. Вот так, что вы видите, как формируется большая цель. Вот большая цель, точка мастерства, персональная миссия и триггер, который ее показывает. То есть мы не просто тут дело, делаем работу, работаем. На самом деле мы и показать какой-то другой контекст, больше контекста. Спасаем человечество. Это условно, да? Спасаем человечество. То есть триггер, высокая причина почему, это возможность аудитории прикоснуться к вашей миссии, увидеть глубину вашего дела и отношения. Сейчас покажу вам пример. У меня была одна студентка, Татьяна Нуреева, которая работает в такой непростой нише, про которую очень много тоже мифов и легенд, банкротства. То есть она владельца СРО, это специальная организация, в которую вступают арбитражные управляющие для того, чтобы они могли осуществлять свою деятельность. И вот до знакомства Татьяны мое мнение про банкротство, оно было, знаете, такое, сидит человек с ребенком, ребенок плачет на руках, приходят люди, описывают имущество, уносят вещи, в общем, семья страдает. Я знакомлю с Татьяной, и она приходит с непростым запросом. Она говорит, я хочу в тот самом крупном СРО заработать миллионы на том, чтобы именно меня из всех владельцев СРО арбитражные управляющие будут выбирать для того, чтобы приходить именно ко мне. И вот когда мы с ней соприкоснулись своей миссией, я реально кайфанулась. Начинала с ней работать с опаской. Арбитражные управляющие, банкротство, зайдет ли это. Но в процессе диалога я обнаружила, насколько она сильно верит в свою деятельность. То есть Татьяна, как человека, реально продемонстрировала то, что она не представляла. То есть она глубоко убеждена, что именно арбитражные управляющие это элита юрисконсерции. Это люди, которые спасают других людям и дают им второй шанс. То есть действительно, если у человека кризис, личный или бизнес, банкротство – это способ начать с нуля, с минимальными потерями. С потерями, но с минимальными потерями. И знаете, вот как удивительно, я с ней работала, буквально в тот же период я поднакомилась с несколькими людьми, которые проходили через банкротство. И вот до того, как они нашли схему легально обанкротить компанию, один из них даже искал вариант продать почку, да, и просто понял, что почки не хватит для того, чтобы вернуть долги, которые у него были. И он принял решение обанкротить компанию, хорошо, что такой механизм был. И вот, знаете, вера Татьяны в то, что это профессия, это элитная респонденция, это люди, которые спасают других людей от неправильных решений, сделанных в прошлом. То есть, да, безусловно, не надо было принимать такое решение, запускать такой бизнес, там что-то такое делать. Но это уже сделано. И есть последствия. И эти люди помогают справиться с этими последствиями. И когда я, знаете, решение ее кейса, у нее не так много подписчиков, но вы смотрите на ее результаты, да, я ее показываю специально вам как пример, что когда я поняла ее миссию, ее чистоту намерений, ее любовь к своей теме и то, что она готова заботиться об этих арбитражных управляющих, и она плюс работает абсолютно легально, по-честному, делает белые сделки, никого там не пушит, никуда, потому что там есть разные эксперты, которые делают по-разному. Мы с ней создали обучающий курс для повышения квалификации юристов, через который к ней начали заходить, повышать квалификацию, а когда они ее повысили, оставаться в ее СРО. Вот такая цепочка была действий. Вот вам пример, как прикосновение к какому-то большему контексту позволяет увидеть масштаб человека. Или вот, например, проявляя мастерство, быть брендом и справедливо много зарабатывать. То есть я, например, вот про личный бренд говорит много кто, но именно я активно, регулярно, постоянно связываюсь с деньгами. То есть для меня быть брендом это про справедливый обмен пользы на деньги. Это то, что я показываю различными способами моим людям. Да, или, например, Игорь Рызов, тоже мой клиент, он верит в то, что вы живете так, как умеете вести переговоры. То есть вот такой пример. Качество жизни определяется переговорами. А значит переговорами надо, переговорам надо учиться не только, если ты какой-то там продавец, сетевик, предприниматель, но даже если ты просто хочешь высокое качество жизни. И ведь правда, родители, дети, друзья, коллеги по работе, мы везде в переговорах. И вы живете так, как умеете вести переговоры. Вот это и есть инструмент. Поставьте, пожалуйста, плюсик, кому понятно, о котором мы говорим, что возможность прикоснуться к большему контексту. и здесь вам нужно ответить на вопрос, а что на самом деле движет вами в вашей работе? Потому что есть уровень операционки, продажа продукта, проведение встреч, подписание команды, проведение обучающих мероприятий, а есть стратегическая цель, такое внутреннее движение. Пропишите вашу персональную миссию, профессионалы в вашей работе. Я еще приведу пример большой причины, почему. Очень похоже, понятно, на электрокарах. Когда вы берете Теслу, это электрокар, и мы говорим, что мы не просто продаем классные, модные электромобили, на самом деле мы спасаем экологию планеты. Да. Вот он, домашнее задание. Трагедически прописать вашу персональную миссию, профессионал в работе. Или вот другой триггер, который я хочу вам показать, называется взаимная благодарность. Прекрасный триггер. Приведу мы сейчас ситуацию, надеюсь, что вы себя узнаете. Согласны, пишут, главное иметь в жизни договариваться. Предположим, вас пригласили в кафе. Коллега по работе, коллега по сети. Это не свидание, просто пригласили в кафе. Вы заказали пирожные, чай, может быть, суп, и в конце про нас все счет, и ваш коллега берет и говорит, я оплачу, не переживай, я оплачу. Какое у вас первое чувство возникает, когда человек, вдруг, не договариваясь с вами, говорит, что он готов оплатить счет? Скажите, как вы ощущаете? Какое первое чувство будет у вас? При том, что вы не планировали, это не свидание, вы ничего не должны, но вот чувство, он взял и закрыл счет, причем, допустим, заплатил за вас 600 рублей, 800, 1000, неважно. Какое будет чувство, внутреннее чувство от этого его поступка? Неловкость, пишут так, чувство долго, смущает, неудобство, отлично, я вас благодарю, вы очень четко видите эту закономерность. Смотрите, триггер взаимной благодарности базируется на психологии, что когда кто-то делает нам что-то неожиданно хорошее просто так, первая реакция психологическая, причем не факт, что это правильная реакция, не факт, что она здоровая и адекватная, но первая реакция у большинства неудобна, то есть вам сделали хорошо, не договариваясь с вами и возникает желание отдать, то есть вернуть. Многие люди говорят, хорошо, в следующий раз я заплачу, то есть вот этот факт принять это просто как свершившееся без возникновения чувства обязательства это сложно. Теперь поставьте, пожалуйста, плюс те из вас, у кого возникает чувство, что даже если у вас возникает чувство радости и благодарности, все равно возникает внутреннее чувство какого-то негласного обязательства и хочется вернуть, то есть сделать человеку что-то, вернуть деньги, позвать его в кафе, может быть узнать, что ему нужно. Возникает чувство дисбаланса, вот была равновесная ситуация между вами и возник вот такой дисбаланс, человек сделает что-то хорошее и вам хочется эту ситуацию выровнять. На этом базируется триггер жизненная благодарность. Как это работает? Когда вы регулярно создаете дисбаланс в отношениях в аспекте пользы, то есть даете больше, чем другой человек, на самом деле у многих людей выникает подсознательное чувство того, что он вам должен. И если вы потом человеку что-то предлагаете или о чем-то его просите, вероятность того, что он скажет вам «да», она гораздо выше. Елена пишет, если ты бизнес-свечи, ты сам оплачиваешь новичка, как кофе, например. Елена, правильный, я же вам сейчас говорю, триггер взаимноблагодарности. Вы делаете это для новичка, у него возникает чувство долгое, это хорошо. На самом деле это инструмент возникновения такого чувства, что я готов больше вас слышать, я готов больше идти к вам навстречу, потому что я вам чуть-чуть внутренний должен. Вот эта внутренняя должность, она определяет то, что человек начинает быть более к вам расположен. Но есть не экологичный способ использования этого триггера, когда вы специально это делаете, чтобы манипулировать другими людьми, а есть экологичный, когда вы делаете людям хорошо, удивляете их, предвосхищаете, балуете, заботитесь, да, и, как правило, эти люди становятся вашим таким теплым сектором, который двигается вам навстречу, когда вам это нужно, да. Поэтому я предлагаю брать на выражение именно стратегию комфортного причинения людям добра и заботы, и внимания. И приведу пример, как это делает мой друг, он научил меня такому приему, он никогда не покупает ничего в одном экземпляре. Вот когда он покупает что-то, вау, там, какой-то классный продукт, услуга, там, какое-нибудь там блюдо, или там поход в спа, и ему прям очень понравилось, он всегда покупает второй экземпляр. Зачем? Он дарит кому-то из знакомых, причем, невязательно близких, то есть он может встретиться со мной в Москве и подарить мне, вот он купил себе классный чехол там с рунами, и он может подарить мне, но там, правда, не чехол он дарит, какие-то другие вещи, но вот так, то есть он всегда делает, как это называется, плюс один, да, добавляет туда. Вот вам пример, поэтому если вы регулярно будете проявлять заботу, внимание, тепло, делать шаг навстречу к вашим клиентам, партнерам, будущим и настоящим, вероятность того, что эти люди будут направлены в вашу сторону, она гораздо выше. Самый простой способ, это регулярно поздравлять на день рождения, не формальной открыткой или комментарием там, привет, поздравляю тебя, там, и так далее, а теплая, личная, можно, знаете, вот отправка букета цветов, это вообще не так дорого в сравнении с тем, насколько человеку приятно даже в другом городе получить букет цветов, представьте себе. Поставьте, пожалуйста, сейчас четверку, кому понятно, как использовать триггер взаимная благодарность. Как мы с вами будем с этим работать? Наша следующая встреча будет полностью посвящена триггерам, да, потому что, когда мы с вами на первом уроке разбирали, как строить личный бренд новичку, мы с вами разбирали, что есть четыре триггера, которые я вам обещаю рассказать, да, высокую причину, почему вы уже сегодня забрали, вы уже ее понимаете, у нас остается доступный герой, сопричастность и стабленность, их мы будем разбирать на следующей встрече, это стратегия новичка, если вы, если среди вас те, кто не смотрел первую часть, напишите знак вопроса, потому что важно, если вы хотите, чтобы программа была усвоена хорошо, важно, чтобы вы были на всех сессиях, все сессии прошли, потом мы разбирали с вами тактику опытного человека, да, и в ней тоже есть два триггера, ага, есть те, кто не смотрели, друзья, пожалуйста, выделите время, посмотрите, потому что я даю вам, выкладываю некий контекст, вот так, последовательно, да, ой, сколько много знаков вопроса, друзья, как так, как так, вам обязательно нужно, обратитесь, пожалуйста, к наставникам, посмотрите, пожалуйста, записи, обязательно нужно посмотреть, тактика опытного, вовлечения в путь и взаимная благодарность, вот мы вовлечения в путь будем с вами разбирать в следующий раз, на самом деле, идея работы по триггерам, это как раз наш дальнейший план, сегодня у меня для вас еще был приготовлен триггер про доступный герой, но мы не будем торопиться, потому что у нас осталось буквально 5 минут нашего диалога, поэтому я лучше отвечу на вопросы, которые у вас есть, и так, мы с вами сегодня поговорили о ценности контента, контент маркетинга, как он работает, сделали очень важную работу про отсутствие страха, объективные причины, субъективные причины, и вышли, наконец-то, на работу с триггером, да, которые мы будем разбирать, да, сейчас как раз можно задать вопрос, задавайте ваш вопрос, у меня есть 5 минут, для того, чтобы я вам на них ответила, и потом мы с вами на следующем занятии мы будем с вами разбирать оставшиеся триггеры, детально, подробно, это первое, а на последней встрече мы будем учиться предвосхищать возражения, закрывать сделку, и у нас будет работа над синдромом самозванца, повторюсь, почему, потому что все, вышла моя новая книга, кстати, ссылка про эту книгу есть у меня в профиле, уже можно заказывать, у нас первый тираж вышел всего лишь 3 тысячи экземпляров, мне уже сказали, что полторы тысячи за неделю уже раскупили, представляете, то есть я думаю, что мы будем в ближайшее время делать экстренную печать, она прям очень контентная, внутри, кстати, книги много подарков, у нас там, кстати, есть QR-коды, да, от каждого автора книги есть определенные QR-коды, которые еще дают дополнительные подарки, но мы с вами тему синдрома самозванца будем разбирать на последней сессии, так что с этим мы поработаем. Вопросы. Так, 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 купила книгу, хочу автограф, это не вопрос. Вот записи эфиров продублировали, скопируйте себе. Мария, столько потратила время и денег на подарки, а результата нет. Евгения, ну, надо же не только подарки делать, здесь же комплексная ситуация, люди покупают не только потому, что вы дарите подарки, это первое. Второе. Вопрос ведь культуры дарения подарков. Если вы дарите подарок, который человеку не актуален, знаете, одна из проблем, когда люди в косметике, вот в продукции дарят подарки, они часто дарят набор. Вот, например, знаете, вот шампунь, они дарят шампунь, маску и бальзам, и щетку. И человек полностью закрыл вопрос волосами. Знаете, как надо дарить? Надо из комплекта дарить одно. Подарили маску, но не подарили шампунь. Если идет набор косметики, подарили одну позицию, другие нет. Почему? У меня так было с тональником Фаберлик. Я купила тональник, мне понравилось, потом я купила пудру, маскировочный, там, ну и так далее, так далее, да? То есть ты берешь, или, например, я покупаю средство для мытья посуды, мне оно нравится, и я потом докупаю всю линейку для дома. А люди часто дарят подарки полностью закрытой позиции. Вопрос еще. Взаимная благодарность это в большей степени даже не про подарки. Так. Наталья пишет, всю жизнь делала хорошее, искренне, а за рука следует, что задней мыслью. Как это забыть? Наталья, забудьте ваше ограничивающее убеждение, что это задней мыслью. Это технология. Если вы интуитивно делали это, вы молодец. Теперь вы знаете, что это технология на самом деле, которая работает на вашей цели. Что в этом плохого? Скажите мне. Вот пишут, да? Делали постоянно небольшие призы и розыгрыши, возрос спрос на определенные товары и акции. Люди сами пишут, интересуются. Да, да, да. Перебор с щедростью и подарками. Ну так вы же сами написали. Перебор. Знаете, взаимная благодарность – это не только про подарки. Вот в сетевом бизнесе у некоторых менеджеров бывает такая проблема. Вы получаете бонусы продуктом, покупаете продукт, он стоит, допустим, недорого, и вы думаете, ну вот будут дарить. И вы всем дарите продукт. Вы понимаете, что когда вы дарите продукцию компании, которую вы получаете, делаете только подарки этой продукции, многие люди не воспринимают это как ценность, потому что они думают, что она у вас и так есть. То есть этот триггер – это не всегда про то, чтобы дарить продукцию и всем подряд. Я привела вам пример с чашечкой кофе не случайно. Это может быть книга. Вот я вам приведу, понимаете, я приведу вам пример, вот как я делаю. Вот у меня, например, один из лучших подарков – это книга. Я когда иду в книжный магазин, я когда покупаю книгу, я покупаю два экземпляра всегда. Любой книги. Что про Голубой океан, что про продажи, что Максима Батырева. Почему? Потому что я человек, допустим, вот я беру книгу, да, про продажи, про самозванцев, неважно, и к какой стороне я захожу. Я говорю, слушай, я сейчас читаю книгу, я буду работать с антисамозванческими техниками, и что я хочу? Я хочу, чтобы ты тоже не страдал от этого синдрома. Я твой наставник или твой партнер, я желаю тебе роста, хочу, чтобы ты преодолел эти сопротивления и так далее, и поэтому я дарю тебе книгу как инструмент. Я дарю тебе удочку, а не рыбу. Понимаете? Вот вам примеры. Причем книги можно покупать, не обязательно дорогие, могут быть какие-то мастер-классы, поход куда-то, можно подарить укладку девушке, чтобы у нее было, понимаете? То есть вот какие-то комплименты, проявления заботы, но не поставлены на массовый поток. Поставьте, пожалуйста, плюсики, много плюсиков, если вам сейчас понятно. Да, правильно, вот Людмила пишет, если дарить и ждать ответ, это не благодарность, а корысть. Правильно, сто процентов. Подарки надо делать от души. Просто многие люди не придут этому значения. Здесь вопрос про то, чтобы проявлять реально искреннюю заботу об интересных вам людям. И тогда будет активироваться триггер взаимная благодарность. То есть человек, который получает такую заботу, на самом деле, он будет чувствовать себя по этому триггеру, действительно желающим вам отдать, и формируется правильный вот этот вот обмен, взаимный обмен. Так, не буду отвечать на вопросы по поводу стоимости, потому что, как бы, у меня нет цели сегодня вам продавать книгу. Я, если честно, не знаю, сколько она стоит. Простите, пожалуйста. Вот. Отлично. Я вас благодарю за сегодня. Мы сегодня с вами поговорили на очень важные темы. Повторюсь, следующий урок. Мы будем исключительно работать с темой триггеров. Весь урок будет про триггеры, разбор примеров. Поставьте, пожалуйста, высказательные знаки, насколько вы ждете следующий урок. Он будет у нас ровно через неделю. Будем вот там вот эту тему прям... Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Отлично. Благодарю. Отлично. Супер. Я благодарю вас за то, что вы пришли, за то, что мы вместе, за то, что для вас эта тема актуальна, и, значит, мы будем с вами продолжать наращивать эту тему в плане вашей компетенции. и. М-м-м. Время.